Доброе утро! В ближайшее воскресенье 25 августа в центре традиционной народной культуры Среднего Урала на улице Чапаева пройдет народный праздник для всей семьи Яблочный Спас в усадьбе Ашурково. Кстати, там же впервые пройдет и праздник День пенсионера Свердловской области. Чем можно будет заняться в центре традиционной народной культуры расскажет директор этого центра Галина Полухина. Сейчас она прямо у нас в гостях. Встречай! Галина, доброе утро! Доброе утро! Ну что же, мы сразу хотим попросить вас поучаствовать в нашем голосовании. Улыбаетесь ли вы, когда идете по улице? Ну, если честно, не всегда. А от чего это зависит? Ну, это зависит от настроения. Женщины же эмоциональные люди. Естественно, у женщины эмоции как-то на лице проявляются чаще. Но я стараюсь следить за своим. А как вам кажется, почему все-таки больше тех людей, которые вот хмурость какую-то на себя наводят? И вот наше голосование как раз-таки об этом говорит. Вы знаете, все-таки, если мы говорим сегодня о нашем обществе, в котором мы живем, все-таки наша нация, она такая эмоциональная. И все, что у нас написано на лице, то, что мы думаем, о чем мы думаем, это у нас написано на лице. А мы чаще думаем о негативе? О плохом. Нет, не о негативе, мы просто задумчивые, я бы сказала так. То есть не хмурые, а задумчивые. Просто задумчивые. Ну хорошо. Расскажите, какие конкурсы, мастер-классы будут в программе у вас в воскресенье? Ну, я скажу, что будет большой праздник, который мы планируем провести в течение двух часов, но это не закрытое такое время. Пожалуйста, гуляйте все-таки праздник. Это гуляния такие народные. Праздник действительно сегодня мы открываем в День пенсионера. Мы вообще праздник этот планировали, но когда в Свердловской области этот праздник был уже учрежден, то мы решили его сделать с упором на отчествование этих людей. Праздник народный для всей семьи. Поэтому вход на праздник 50 рублей у нас для всех, но для пенсионеров этот вход бесплатный. И для деток до 5 лет. Поэтому на народный праздник мы приглашаем семьи. Для деток до 5 лет. Это значит, что можно прийти не только в семье, можно прям прийти совсем с малышами? Да, можно прийти с малышами. Интересно будет всем. Будет работать несколько площадок. Это традиционная наша ярмарка мастеров с изделиями. Это мастер-классы, то есть для всех. Значит, это плетение из макраме, это изготовление какой-то поделки из глины, это изготовление народной куклы. То есть вот любой человек, который сядет к мастеру на мастер-класс, обязательно после него уйдет с подарком, с праздником. Даже если это трехлетний малыш, который будет... Трехлетний малыш, который будет вот так по глине, все что угодно, это, естественно, мастер поможет ему создать какую-то игрушку, и вот он уйдет с сувениров. Если это народный праздник, как вы говорите, если это яблочный спас, так или иначе, то хороводы-то предусмотрены? Хороводы, конечно, предусмотрены. Вообще на этом празднике будет рассказана вся полная история о яблочном спасе, откуда этот праздник произошел, как его праздновали, как его праздновали не только в Свердловской области, то есть на нашей территории, но и в других областях. Поэтому на этом празднике будут и хороводы, и игры. Мы приглашаем фольклорные коллективы, которые будут петь и развлекать наших пенсионеров. Но, безусловно, на этом празднике это будет говориться всегда, постоянно мы будем говорить о старшем поколении. А их-то, да, вот чем будете рады? Да, и мы будем чествовать, мы им приготовили подарки. Обязательно будет яблочный стол с яблочными пирогами, с чаем. Поэтому, конечно, самое основное внимание на этом празднике будет оказано людям старшего поколения. То есть, если я правильно понимаю, не совсем ориентируясь, центр традиционной народной культуры Среднего Урала, то есть это и на улице? Это только уличный праздник. Это только уличный праздник. Давайте напомним, куда, когда? Мы приглашаем 25 августа в 3 часа, в 15 часов, во двор усадьбы Ашуркова на народный праздник для всей семьи Яблочный Спас в усадьбе Ашуркова. А людей старшего поколения пенсионеров мы более того приглашаем в честь Честного дня пенсионеров Свердловской области и приглашаем их бесплатно. Спасибо. Спасибо большое. Мы благодарим нашу гостю Галину Полохину, директора Центра традиционной народной культуры Среднего Урала. Успевайте на Яблочный Спас в усадьбе Ашуркова. После рекламы мы узнаем, где можно интересно провести свое свободное время.